Весной 2020 года появилась новость, что во время сильного отлива на берегу Сахалина обнажилась странная каменная коса – дорога, уходящая в море. Обнаружили местные жители ее во время отлива. Кто-то даже решился по ней проехать на автомобиле несколько метров. Выглядит как коса или пристань для небольших судов или лодок. Издалека ничего необычного, пока не начнешь рассматривать структуру камня. Этот объект выглядит как полигональная кладка. А так как дорога не плоская, а закруглена, то напрашивается аналогия на туннель или большую трубу. Искусственное ли это сооружение – подтверждение не получено, поэтому можно сделать лишь версии. Что это? Допотопная пристань или просто природное образование. В пользу второго варианта есть немало аналогичных примеров. Это берег около Мурманска. В геологии подобные образования называют траппы. Они имеют якобы вулканическое происхождение, но посмотрите вот на эту фотографию. Очень похоже на окаменевшие и растрескавшиеся выходы грязевого вулкана. Растрескивание выглядит как полигональная кладка. Еще видно, что эти массы расширялись в объеме, как дрожжевое тесто. Такое возможно, но при наличии в жидкой породе бентониновых глин. Вполне вероятно, что когда-то в неспокойное геологическое время с берега в море стекали подобные массы, образуя языки и каменные трубы, они каменели и растрескались. Вот некоторые комментарии, кто прочитал этот материал. Анна Иванова. Очень похоже на мост рамы и нужно было посмотреть в воде, что дальше. Люся Шашкова. Как хочется, чтобы эта труба имела внеземное происхождение. То есть ей миллионы лет, а построили ее инопланетяне. Астахова. Проверить можно за пару часов. Берешь перфоратор, с длинным сверлом просверливаешь дырку и смотришь через зонт. Что там без нас инопланетяне делают или жулики какие-нибудь. Виктор Воленюк приводит цитату. Прокомментировал явление, которое увидели островитяне кандидат географических наук заведующей лабораторией береговых систем МГИК ДВО РАН Виктор Афанасьев. Оказалось, что это простое природное явление, бенч, абразионно-денудационная морская терраса, выработанная в коренных породах. Ученые о нем знают давно и видели на спутниковых снимках. Александр Новиков. Эта труба была проложена около 30 тысяч лет назад предками газпромовцев. Достали эти современные ученые, все у них ветрами, выдувает морями, вымывает сплошные уникальные явления. А сказать прямо я нихрена не знаю, не понимаю, духа не хватает. Сергей Пахомов. Это похоже на туннель. Может, он идет на материке, моста не надо строить. А грязевой-то вулкан видно и гадать не надо. Андрей К. Любой рептилоид, знает, что это икропровод. Эх вы, серость. Вадим Люличкин. Это канализация. Ну и хватит пока этих комментариев, их бывает читать не менее интересно, как и саму новость. В Финляндии очень много гранитных массивов, скал, волунов, россыпи и камней. По геологии, эта территория относится к древнейшей платформе земной коры, которую оголил ледник. Но странности есть в каждом месте, которое геология не замечает либо объясняет с большой натяжкой. К таким странным объектам на территории Финляндии относятся гранитные котлы или ледниковые выбоины. Местное название Хиии Дэнкернот. Еще их называют чертовы мельницы, котлы великанов. Их насчитывается более 5000 объектов. Эти круглые углубления в гранитных скалах имеют почти отполированные поверхности. Это не трещины или такие разломы. Видно, что поверхность имеет воздействие длительного процесса эрозии полировки, вероятно, водой с абразивом. В каких-то видны спиральные структуры, это способствовало появлению версии об искусственности котлов и народных названий. К некоторым проложены туристические маршруты, а большинство находятся в труднодоступных местах. По геологическим представлениям, они образовывались, когда в этих местах был ледник. И в трещины ледника стекала вода, камни, песок. Вообще, надо подумать, откуда они на леднике. Водопадом все это падало вниз, выбивая в граните такие вот котлы. Есть даже термин – ледниковые колодцы. Ну, вроде как все логично, но не объясняются странные котлы, внутри которых присутствуют округлой формы валуны. Вероятно, падающий поток воды через трещину в леднике попадал на камень. А так как поток был закрученный по принципу сливной воронки, то закручивал и камень. И тот буквально за считанные месяцы мог сделать глубокий котел. Так как камень и сам стачивался, то получалась спиральная воронка с заужением борозды. Ледниковые колодцы в наше время называют мулены. Особенно много их на тающих ледниках Гренландии. После таяния мощных по толщине ледников остаются круглые озера или вот такие, как затопленные карьеры пейзажи. Это мы видим ледниковые озера в Исландии. Вернемся к котлам. На первый взгляд, трудно объяснить два котла рядом. Возможно, это следы от двух падающих рядом потоков. Эти котлы, конечно, не озера, а значит ледник в этой части на территории Финляндии был небольшой толщины. Возможно, максимум десятки метров. Вот еще гипотеза. Возможно, в гранитных массивах сквозь трещины выходили мощные родники, образуя небольшие реки. И если такое случалось в углублении под камнем, то поток его приподнимал, заставлял смещаться и вращаться. Камень протирал площадку, а затем делал углубление котел. В геологии принято считать, что большинство каньонов на континентах образовалось из-за протекающих в них рек. Якобы за миллионы лет река промыла вот такенное русло на десятки метров ниже уровня плата. Яркий пример – Гранд Каньон в Северной Америке. Ученые умалчивают, что само плато Колорадо, где протекает река, находится на многие десятки метров выше, чем уровень реки перед плато. И получается, что изначально река никак не могла через него протекать. Также ученые не могут сказать, где весь этот объем промытого грунта, где он отложился. Хотя в кругах ученых в США есть более молодая гипотеза образования Гранд Каньона. В ней говорится, что когда-то существовало огромное ледниковое озеро на севере континента. Оно переполнилось, и вся вода, прорвав природную дамбу, потекла на юг, промыв плато Колорадо, и вся вода утекла через пойму Миссисипи в Мексиканский залив. Понятно, что даже гигантский поток не смог бы промыть узкий каньон. Водному потоку легче обойти возвышенность. Есть версия альтернативных исследователей, что Гранд Каньон – это древний карьер древней цивилизации, которая существовала на земле либо посещала землю. Версия основана на залежах урана в этом месте и странных следах в каньоне. Эта версия имеет место быть, а мы посмотрим, какие еще есть гипотезы. Гранд Каньон выглядит из космоса вот так. И это очень похоже на разлом, согласитесь. И к нему уже идут более мелкие трещины в платформе и крупные овраги, образованные водной эрозией. Гладкие грани – это следы разлома. А что, если этот каньон образован не просто как разлом, который был следствием раздвижения платформ, а путем внедрения в верхние слои земной коры огромных флюидов, которые приподняли уровень земли на сотни метров с образованием сетки из трещин. Это могло сопровождаться и масштабными процессами дегазации, то есть вулканической деятельности, и выходом подземных морей. В свое время в сервисе Panoramio можно было найти фотографии потухших вулканов в районе Гранд Каньона, а следов водной эрозии там предостаточно. Также в Северной Америке существуют каньоны без боковых ответвлений. Это каньон реки Снейк на границе штатов Вайоминг и Айдаха. Это явно разлом, по которому протекает река. На этой фотографии видна терраса в каньоне. Вероятно, разлом образовался в два этапа, вернее расширялся дважды. Полноводные равнинные реки, такие как Волга, Обхий Несей и другие, не прорезают так территории. Вот пример реки, которая из равнинной переходит в реку, текущую по каньону. Это место на реке Замбези под названием Водопад Виктория. Разлом достаточно сложный, словно земная кора в этом месте расширялась. В районе Таймыра есть не менее масштабные разломы. Плато Путорана. В этом месте земная кора также могла приподняться силами глубинных флюидов с образованием сетки разломов, так как плато расположено достаточно высоко над уровнем остальной части полярной зоны Таймыра. А вот что за процессы происходят внутри Земли, которые приводят к подъему платформ и образованию разломов, это предмет отдельного расследования. Принято считать, что химические элементы во Вселенной появились в самом начале ее жизни во время Большого взрыва с образованием первых элементов таблицы Менделеева. А тяжелые появились и появляются в реакциях в недрах звезд и при их взрывах, новые и сверхновые. Не так давно ученые, связанные с ядерной физикой, рассчитали появление практически всех стабильных элементов в таблице Менделеева после углерода. По их расчетам, какие-то элементы появились изначально. Другие, как конечные продукты череды ядерных реакций в звездах, третьи при взрывах. И ничтожная доля при столкновении нейтронных звезд, как наиболее редкого события. Все вроде укладывалось в их расчеты и выводы, кроме одного элемента – золота. С учетом частоты событий, столкновения нейтронных звезд и того объема возникающих при этом элементов, столько золота не может быть на Земле и в космосе. А тем не менее, Земля и другие планеты Солнечной системы, поглавенствующие в астрофизике теории образованы из газопылевого облака, оставшегося от взрыва или столкновения звезд. Вот пример того, что золота в Солнечной системе очень много. Модель астероида 16 «Психея», который обнаружили в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Примерный диаметр 180 километров, содержит железо, никель, серебро, платину и золото, по оценкам на 10 квадриллионов долларов. Если есть инопланетяне в Солнечной системе, то либо он им не нужен, либо это их запасы и объект охраняется. Шутки шутками, но объект с таким содержанием металлов, в том числе и золото, не вписывается в расчеты физиков. Туманность Кассиопея А, оставшаяся от взрыва, сверхновой и модель спектрального анализа туманности. Теоретически золото может быть образованной с ртути при поглощении нейтронов. Вот такое решение. Значит, в ходе ядерной реакции необходимо всего лишь уменьшить число протонов на единицу и, возможно, изменить число нейтронов. Однако, вследствие редкого попадания нейтронов в ядра ртути, количество полученного золота ничтожно мало. Так как затрата энергии при этом огромна, то процесс экономически невыгоден. Но это лишь последнее из цепочки ядерных реакций. Не все реакции приводят к синтезу ртути. Проблема с объемом золота на Земле еще не только в массе этого элемента, но и в той форме, в которой его добывают и находят. Астрофизики – это не геологи и не знают, в какой форме золото находят на поверхности или в верхних слоях земной коры. Это инертный металл для химических и окислительных реакций и растворяется только в царской водке. Нет соединений золота, золотой руды и т.д. Месторождение золота – это кварцевые жилы. И как вторичный продукт из этих пород – россыпи золотоносных песков и самородков в песке, речном гравии. Вот пример кварцевых жил с золотыми самородками. Очень сложно связать образование кварца, диоксид кремния и золотых жил в нем. Процесс очень похож на рост кристаллов из раствора, как кварцевых кристаллов, так и золотых. Но если даже допустить, что золото было в неком растворе в высокотемпературном бульоне и из него закристаллизовывался кварц и отдельно золото, то откуда взялась такая концентрация золота в одном локальном месте? По сути, золото должно было быть рассеяно по нано-песчинкам в породе, ведь земля появилась по представлениям астрофизики из газопылевого облака. Почему золото как химический элемент локализовывается? Этот же вопрос относится и к другим металлам. Или металла и иные соединения в нем могли собираться в кластеры, как золотоносные залежи на Земле или как в астероиде 16-психея? Если подумать, то наиболее вероятная гипотеза, что многие элементы появляются на Земле или путем синтеза из эфира в центре Земли, реактор, который производит материю, многие химические элементы, или путем холодной транспутации элементов в простейших микроорганизмах – бактериальном бульоне. В 2016 году группа российских ученых выступала в Женеве с докладом на тему холодной биологической транспутации элементов, и никакой реакции научных кругов не последовало. На пустом месте такие доклады не делают, но никто это открытие и теорию не оценил и не развивает. А может и развивают, но продолжают сообщать общественности, что все химические элементы возникли при взрывах звезд.